С 26 по 29 августа в Щербинке на территории экспериментального железнодорожного кольца АО в НИИ ЖТ проходит международный салон железнодорожной техники «Про движение Экспо». Это главная площадка для диалога между представителями железнодорожной отрасли, государства, инвестиционного сообщества и экспертов. В этом году выставка отмечает 50-летний юбилей. В мероприятии принимает участие делегация из 32 стран. Свою продукцию представляют 212 экспонентов, более 100 образцов натурной техники открыты к показу. Постоянным участником выставки является Тверской вагоностроительный завод, который входит в состав «Трансмашхолдинга». В этом году ведущее предприятие по выпуску пассажирских вагонов представило на международном салоне сразу три инновационные разработки. Во главе Тверской экспозиции «Электропоезд» и «Волга-3.0», который от предыдущей генерации в первую очередь отличает дизайн интерьера, разработанный совместно с Национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.lab. Кресла и поручни оформлены в черно-желтых тонах. Сиденья стали удобнее. Улучшенная боковая поддержка обеспечивает комфортную посадку. Имеются места для перевозки велосипедов и самокатов. Изменения затронули и технические характеристики поезда. Это следующая модификация нашей базовой платформы, которую уже привычно встречают пассажиры московских центральных диаметров. Здесь мы изменили два блока вещей. Первый касается непосредственно пассажиров и второй техники. С технической точки зрения поезд стал быстрее, его скорость стала 160 км в час, а ускорение повысилось на 10%. С пассажирской точки зрения мы полностью пересмотрели эргономику пространства, сделали ее более комфортной и адаптированной для дальних поездок. ИВЛГ-3.0 – это готовый к эксплуатации поезд. Новая птица Тверского вагонзавода вызвала восхищение и восторг не только у российских посетителей и участников выставки, но и у гостей зарубежья. Даже те гости выставки, которые уже знакомы с ней, все равно с любопытством прогуливались по Тверской новинке. Я ее уже раньше видел, честно говоря. Поэтому я уже могу сказать, что все отлично. Вижу, что вполне все комфортно, удобно, просторно. Туалет в порядке, место для велосипедов. В целом по дизайну красивее выглядит, эффектнее, красивее. Ну, современнее точно. ИВЛГ-3.0 – это наиболее современный и высокотехнологичный электропоезд на 100% отечественная разработка, которая имеет хороший экспортный потенциал на уровне лучших мировых образцов техники. Он создан российскими конструкторами с учетом опыта работы на МЦД первых двух серий, особенностей инфраструктуры, реальных, выявленных в процессе работы транспортной системы, потребностей пассажиров. Но не меньше восторженных взглядов посетителей привлекла еще одна разработка ТВЗ – новая модель двухэтажного вагона. И это уже не концепт, а вполне рабочий вагон, который с этого года начал курсировать по железным дорогам страны, пока в составе туристических поездов. Именно эти вагоны поехали буквально несколько недель назад в составе туристического поезда «Байкальская сказка» и, в принципе, оставили о себе очень положительные эмоции у первых пассажиров и туристов, которые там оказались. Вагон мы разрабатывали в рамках долгосрочного договора с компанией ФПК. Этот вагон на пневмоподвешивании, что позволяет ему более плавно двигаться, сохранять комфорт и плавность во время движения, а также уменьшить воздействие на инфраструктуру, то есть фактически повысить эффективность для нашего непосредственного заказчика. Новые двухэтажки выполнены в виде двухвагонных сцепов, что позволило изменить внутреннее пространство, освободив место под кофемашины и вендинговые автоматы, где пассажиры смогут приобрести продукты для легкого перекуса. Взамен кулеров и титанов в них появились пурифайеры, появилась комната, где установлена дополнительная раковина, холодильник и микроволновая печь. Теперь пассажиры смогут приготовить или разогреть себе пищу. Да, действительно, вы правы, мы полностью поменяли дизайн-проект, мы сделали эргономику вагона более комфортной, с дополнительными эргономичными спинками и подлокотниками. Дизайн-проект мы разрабатывали совместно с нашим национальным центром дизайна, 20-50 лап, то есть фактически тезис о том, что это полностью отечественная разработка, касается всех его аспектов, не только производственной и инженерной части, но и в том числе и дизайнерской мысли. В первую очередь в дизайн влюбились посетители выставки, которые еще не успели прокатиться в новых двухэтажках. Особенно они подчеркивают приятную цветовую гамму. Но дизайн необыкновенной красоты, на мой взгляд, я не знаю, это натуральная кожа или нет, но очень приятно, приятная цветовая гамма. Не знаю, комфортно ли сидеть, но мне очень комфортно, как вот другим людям, вы их мнение спросите. Так, вагон очень симпатичный, нам нравится. Сейфы – это замечательно, потому что есть возможность оставить какие-то вещи и спокойно пойти умыться, помыть руки, там, налить чашку чая. Это правильное решение, это хорошо. Ездить в таких вагонах на верхних полках второго этажа – теперь одно удовольствие. Этого удалось достичь за счет изменения габарита кузова в верхней части. Пространство на верхней полке увеличено более чем на 20 сантиметров. Еще одно приятное дополнение к общему уровню комфорта, особенно в дальних поездках – душевые кабины. Они включены в состав одного из туалетных комплексов, которых в каждом вагоне по три. В штабном вагоне один из них предназначен для маломобильных пассажиров. Но самый настоящий ажиотаж был у макета новой версии плацкарта, который превратили в капсульный вагон. Здесь у каждого пассажира индивидуальное место. Такая изюминка сегодняшней экспозиции, некое доказательство того, что мы не просто говорим о том, что работаем с пассажирами и собираем от них обратную связь, но и в том числе подтверждение нашего умения слушать их и воплощать это в жизнь. Макет также сделан в рамках долгосрочного договора с ФПК, и он уже второй. Это наши итерации, попытки найти новое прочтение плацкартных вагонов, предоставить пассажирам больше комфорт и индивидуальность во время поездки. Новый вариант плацкарта представляет из себя вагон с коридором в центре. Места расположены по бокам, по одному верхнему и нижнему с каждой стороны. Индивидуальность обеспечивает плотная шторка, а для каждой капсулы предусмотрено свое окно. Но, несмотря на то, что спальное место кажется маленьким, вместиться на нем можно с комфортом даже при росте метр девяносто. А самое главное, что отметили пассажиры, спальное место стало шире в районе плеч, что добавило комфорта при размещении на нем. Кстати, верхняя полка будет даже комфортабельней нижней. Посетители выставки уже честно оценивают предложенную концепцию и говорят о готовности поехать в капсульном вагоне, как только он появится в составах поездов. – Хороший, достойный вагон для европейского. – Ну вот, на ваш взгляд, такая замена плацкарта имеет место, имеет право на существование? – Конечно, имеет место быть. – Что вот вам, не знаю, как понравилось в нем, возможно? – Мне понравилось то, что если ты едешь один, то можешь уединиться, закрыться, и у тебя, в принципе, пространство-то довольно-таки большое. Есть отдельное, я так понял, багажное отделение, куда можно большой багаж убрать, а для мелких, там, ноутбука, рюкзака, есть полочка достаточно удобная, зарядочка есть и подсветка индивидуальная. Поэтому, в принципе, если бы такой плацкарт был, я бы с удовольствием прокатился. Индивидуальная подсветка пассажирского места аккуратно спрятана под кайму из пластика и не раздражает глаза. Багажное отделение в этом вагоне предусматривает в том числе места для велосипедов, но это еще не окончательный вариант. – В конце этого года мы будем готовы показать уже третий макет, и по итогам опроса и пассажиров, и профессионального сообщества все-таки решить, что же ждет нас в ближайшем будущем и как будет выглядеть плацкарт будущего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова